Открытая студия Организатор проекта, Анастасия Суворова. Барышня, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть у нас в гостях. В прошлый раз, на прошлом эфире, посвященном муссиане Арктики, у нас были участницы этого конкурса. Они хорошо раскрыли себя, показали, что они талантливы, разносторонние. Они только великолепно выглядят, пишут стихи, танцуют. Сегодня у нас есть возможность с другой стороны вновь. Играем в такой пинг-понг. Участница, организатор, организатор, участница. Заглянуть на конкурс с другой стороны, узнать, что происходит. До какого этапа конкурс сейчас дошел, что будет дальше, к чему готовимся в преддверии Нового года. И все это в рамках 28-минутного эфира, который, напомню, одновременно ведет трансляцию в трех направлениях. Это радиочастота для всех, кто слушает нас сейчас через свои FM-приемники, телевизор, ну и, конечно же, интернет-трансляция в группе «Радио Рекорд». Поэтому всем, кто присоединился к вещанию, отдельное «Здравствуйте». Напомню, что связаться с нами можно посредством нашего интернет-мессенджера. Это «Телеграм». Если у вас возникнут вопросы к нашим гостям или комментарии на тему, вы всегда можете их написать по номеру 7-921-708-2006. Непосредственно приступая к диалогу. На каком этапе сейчас конкурс? У нас промежуточный сейчас этап, потому что прошло уже полтора месяца подготовки. Перед тем, как девочки сейчас идут на новогодние каникулы, и перед финалом у нас остается также полтора месяца. Поэтому у нас сейчас такая золотая середина. Сколько он вообще в протяженности? Когда должен закончиться? Когда финал? 10 февраля. 10 февраля? Да. Не могу не отметить, что это прям очень-очень большие сроки для конкурса. Я просто привык к тому, что на различных фестивалях и проектах, посвященных красоте, моде, стилю и, конечно же, талантам, чаще всего достаточно сжатые сроки – полтора-два месяца. Почему вы приняли решение сделать его таким насыщенным и масштабным по таймингу? Вы знаете, я скажу больше. Мы даже несколько мероприятий перенесли на следующий сезон, на третий, потому что у нас очень много добавляется партнеров, какие-то развлекательные мероприятия, какие-то мастер-классы. И мы уже просто по нашим регламентам понимаем, что нам их некуда впихнуть. Поэтому уже, соответственно, у нас уже очередь на третий сезон из партнеров, из мастер-классов. Поэтому было решено, что все-таки, да, три месяца. У нас и первый сезон был три месяца подготовки, и второй, потому что насыщенная программа. Нам важно же, чтобы им понравилось, развлекать. И как, нравится девчонкам? По отзывам – да. Конечно, нам самим нравится. Все улыбаются. Ну, не без притирок, конечно, но мы все урегулируем, все хорошо. Если были бы более сжатые сроки, я думаю, они бы не успели просто попробовать всего того, что мы подготовили. И многие, например, даже меняются время проекта, а как это можно сделать за месяц. Ты только пришла, и уже ушла. О каких притирках идет речь? Ну, девочки притираются, 22 человека, представляете, сколько мнений, сколько одна так видит, другая так видит, но все равно все урегулируется. Девочки понимают, что они в одной цели, в одном направлении. Зачем ссориться? Ну, вот на позапрошлом эфире, к примеру, когда я спрашивал, как так, 22 девушки находятся вместе на одном конкурсе, и меня свято заверяли. Вот эта очаровательная барышня, сидевшая с ней участие, о том, что этот конкурс удивительным образом вообще лишен каких-либо притирок. Девочки настолько на одной волне, что буквально сестры. И ловят абсолютный дзен. И вдруг выясняется, что на промежуточном серединном этапе то ли кто-то лукавил, то ли что-то изменилось у нас. Нет, нет, ошибились. И у нас появляются притирочки. Нет, потому что у нас буквально только вчера вот эти вот небольшой такой затык появился, потому что у нас был уже подготовлен комплект платьев. Учитывая, что девочки разных комплектов, кто-то выше, кто-то ниже. Кому-то платье не понравилось, кому-то цвет не подходит, исходя из того, что не мой цвет под глаза мне не идет. Был бунт? Нет, это был не бунт. Это хорошо. Девочки, давайте придем к общему знаменателю, что бы вы хотели, как бы вы хотели, чтобы всем было максимально комфортно. Мы чаще делаем как? Мы выводим какой-то вопрос на голосование. Девочки уже голосуют. Исходя из этого, мы уже согласовываем, чтобы всем было максимально хорошо. Поэтому на данный момент мы уже сформировали полностью новый заказ и будем заказывать новые костюмы. То есть у вас в проекте лучшая форма демократии, если большинство выбирает что-то, а остальные принимают это? Ну, тут как бы да. Я считаю, что крайнее слово за нами, но мы реально настроены на то, чтобы все ушли довольными. Нельзя заставлять кого-то через себя переступать, что-то делать, там у кого-то комплексы, у кого-то, ну, просто реально цвет не понравился, я не хочу. Если у нас есть возможность, мы максимально сделаем все, чтобы по итогу все гордо ходили по сцене, чувствовали себя уверенно и остались только хорошие впечатления. А вот скажите, для барышек, которые нас сейчас смотрят, возможно, отнулись впервые, возможно, в рамках открытых студий им уже встречались наши диалоги, они имеют представление о том, что есть такой проект в Сиани Арктики, и им он интересен, но они не до конца понимают, что это из себя представляет. Допустим, они слышат Сиани Арктики, ну, я сейчас воображение подключаю и примерно представляю, так, наверное, это конкурс красоты. Что я знаю о конкурсах красоты? Это такие конкурсы, где тебе должно быть от 18 до 25 лет, у тебя должна быть фигура 90-60-90, ты выходишь на каблуках в бикини, и какие-то компетентные мужчины и женщины оценивают твою походку и, собственно говоря, там, не знаю, упругости, сияния твоей кожи. И если все хорошо и подходит, ты проходишь дальше, получаешь корону, букет цветов и возвращаешься домой. Они слушают и смотрят. Ну, классно. И переключают канал. Это не я. Да, да, в таком духе. А вы говорите, что у вас уже там третий сезон, добавляется все больше партнеров, соответственно, это говорит о том, что Сиани Арктики популярно. И участницам наверняка, тем, кто еще не участвовал в первом сезоне, не поучаствовал в втором, но кто слушает, смотрит с интересом, но при этом у него вот такое представление, которое я описал. Как бы вы презентовали свой проект? Я могу сказать одно, прям вот с полной уверенностью. У нас нету критерий. У нас девочки в этом сезоне, у нас самая молоденькая 23 года. В прошлом сезоне было 18. Самая возрастная в прошлом сезоне Рима 57 лет. В этом сезоне 51 год. Они абсолютно разные. Рост, вес, комплекция, цвет глаз. Я всегда им и на кастинге говорила, мы за индивидуальность, за уникальность. Если ты хочешь, чтобы у тебя были зеленые волосы, не вопрос, мы тебе их подкрасим, будешь еще ярче. Ну, это один тетис, это хорошо, но недостаточно. Я все еще та домохозяйка, которая сидит, смотрит, и хорошо. Это проект, у которого нет критериев. Замечательно. Да, мы именно настроены на то, что, как правильно, в одном из эфиров, я слышала, сказали, что конкурсы красоты, они именно пропагандируют какой-то вот навязанный образ красоты. Но определенный стереотип, которые были привиты домами. Почему женщина ростом 160 сантиметров не может быть красивой? Некоторые прям идеальные. Она просто не подходит по стандарту роста. Мы пытаемся показать, чтобы девочки многие просто... Она сидит дома, она вот в себе не уверена. Кого-то муж давит, кого-то вроде поддерживает, но ей в себе что-то не хватает. Пожалуйста, выйди. И мы действительно стараемся раскрыть. У нас девочки прям улыбаются на глазах, начинают расцветать и говорят, спасибо, что вы помогаете. Кому-то просто не в чем подсказать. Ну, действительно. И поэтому не бойтесь, все, как говорится, приходите. Мы максимально стараемся учесть каждый подход. Даже, наверное, каждый подход разный. Кому-то построже, кому-то помягче. Но открыть вот эту вот красоту можно в любой... Ну, не бывает некрасивых женщин, по-моему. Конечно. У нас, например, для меня, честно скажу, было большим удивлением, что одна из наших участниц, причем довольно-таки молоденькая девочка, она подошла, говорит, на первую фотосессию. Она говорит, Каля, вообще это у меня самая первая фотосессия. Я раньше никогда вот не в студии у фотографов не фотографировалась. Я говорю, ты с ума сошла? Как так может быть? В наше время? Она говорит, ну вот так. И буквально недавно эта же девочка... Вы очень сильно удивитесь, но очень много девушек ни разу не были на фотосессиях. Ну, блин, да, как оказывается. Просто я это дело очень люблю. И мне кажется, что все немножко на них повернуты, как я. И, соответственно, она ко мне подошла и говорит, Галь, я вот не знаю, как мне на новогоднюю фотосессию, какой образ. А я на нее смотрю, она очень яркая, она блондинка. Я говорю, господи, смотри. Я нахожу фотографию образа, который мне, допустим, кажется, что будет на ней просто идеально смотреться. Я говорю, мы тебя вот так накрасим. Мы на тебя оденем вот такое-то платье. Я говорю, если ты согласна, мы это сделаем. Она смотрит, я в восторге. Она говорит, я полностью доверяю. И как показывает практика, девочки, которые приходят и говорят, Галь, я не знаю, что я хочу, вот какой мне образ, какое платье, но я абсолютно вот вам доверяю. Потому что на каждую фотосессию их собирает команда профессиональных визажистов. Это нет такое, что как пришла, так и пришла. Нет, мы их подготовим, мы их оденем от и до. Мы им полностью образ составляем, что они блестяще просто выглядят. И только потом, соответственно, их фотографируют. И те девочки, которых мы собираем, опять же, с визажистами, со стилистом, потрясающий результат потом. И уже на следующей фотосессии они уже все. Мы ничего делать не будем, что дадите, в том и будем. Мы готовы. То есть получается, в первую очередь, этот проект не про победу, лавру, корону, а про то, чтобы перебороть некую неуверенность в себе. Конечно. У нас также запланирована выездная, скажем так, вечеринка, мероприятия. Мы их выведем на турбазу на сутки. Там у нас будет психолог, психолог, сексолог, просто сексолог. Там также будут тематические мероприятия. Там и баня будет, и фотозона, и фотограф. Я правильно понял. 22 женщины на турбазе на сутки вдали от города с психологом. С сексологом. С сексологом. Психологом, сексологом и сексологом, как вы сказали. Любопытная комбинация. Вот интересно, обходить стороной или наоборот подъехать вовремя? Ну, защитный кордон я бы, конечно, выставил, на всякий случай. У меня самое интересное, не знаю, мне кажется, за последнее время вот из моих знакомых, неженатых мужчин, только лениво не позвонил, сказал, Галя, у тебя там столько девчонок? Есть свободные? Что вы отвечаете? Я им отвечаю одно, говорю. Они все есть в группе? Вы можете с ними напрямую реализоваться? Что вы можете с ними все есть в группе? Выбирайте. Нет, нет, нет. Потому что, пожалуйста, вы можете... Девочки реально свободные. Девочки действительно... Я не сваха. Ни в коем случае. В городе реально проблема. Девочкам негде знакомиться. И если это поможет наш конкурс как-то решить эту личную проблему, ну почему бы и нет? Как интересно, а что это значит? Что значит в городе негде знакомиться? А вот как-то так получается, что красивые девочки не могут себе найти мужчин. Работы, работы много, очень много работы, я по себе это знаю. Тут работа, там работа, еще где-нибудь работа. Да, занятий-то очень много, и там у нас действительно... Она или танцует, и пляшет, и домом занимается, и крючком вяжет, и куда, и когда. А тут вроде бы и мероприятия, они всегда на таком позитиве. Конечно, вот когда будет корпоратив у нас скоро, все красивые. Поэтому да, у нас завтра корпоратив, мега-кружки. Нарядные, да. Мне тоже так же знакомые говорят, а может, мы придем там где-нибудь в стороне, посидим, посмотрим, говорит, на твоих девчонок. Конечно, можно. Я говорю, конечно, можно, приходите. Девочки уже как бы в мете, они готовы, они привыкают к медийности. Мы сразу с первого дня, наверное, говорим, девочки, готовьтесь и будут узнавать. И как сильно меняется их жизнь от медийности? Я могу сказать, допустим, вот про опыт прошлого сезона. К нам, когда пришла Рима, она зашла на первую репетицию, она говорит, я вам мешать не буду, можно я вот тут вот с края просто постою, посижу. Вот не обращайте на меня внимания. Я говорю, в смысле я вам мешать не буду? Не обращайте внимания. Давай-давай в общий коллектив, ко всем подошла, говорю, встала в центре, впереди, чтобы тебя как раз-таки видели, чтобы знали, что ты вот с нами. Все. А когда была последняя фотосессия, уже после финала, они все с лентами, с коронами, это была у нас как подарок, подарочная фотосессия. Я чуть-чуть задержалась, приехала попозже, заезжаю. Блин, я ее не узнала. Это изначально очень скромная, такая тихая, зажатая женщина. И тут я на нее смотрю, у нее платье было самое блестящее. У нее яркий макияж. При этом она всегда говорила, мне вот не надо сильно меня красить, меня вот чуть-чуть. Тут у нее яркий макияж, платье самое яркое, у нее разрез, она на сумасшедшей шпильке. И она фотографу говорит, сфотографируй меня так, чтобы все просто упали. Чтобы просто, когда я выложила эти фотографии, чтобы, я не знаю, чтобы у меня глаза повытикали. Господи, какая красота. И что, повытикали? Повытикали. Я ее не узнала. Я вот если видела в начале, я даже имя поискала, кто это. Что произойдет с глазами всех остальных, кто присоединится к зрительскому составу проекта, мы узнаем по завершению рекламного блока. Не переключите FM-волну, свой телеканал, сделайте паузную FM-трансляцию, мы скоро вернемся. Продолжает говорить и показывать открытая студия, совместный проект телеканала «Арктик ТВ», радиостанция «Рекорд» и ее ведущий Николай Дукмас. Напомню, у нас в гостях сегодня руководитель проекта «Сияния Арктики» Галина Скибек и организатор проекта «Сияния Арктики» Анастасия Суворова. Относительно вашего вопроса, который вы задали за три секунды до вступления в эфир, мы обязательно рассмотрим вопрос о том, чтобы найти и для вас мерчевую кружку от «Рекорда». Не переживайте, мы всегда прислушиваемся к нашим постоянным гостям. Клиенты ориентировались. Да. Также мы прислушиваемся и ко всем, кто присоединяется к эфиру, благо такая возможность есть у каждого в жанре пистолярном. Вы всегда можете написать сообщение в наш интернет-мессенджер, речь, конечно, идет о Телеграме, плюс 7-921-708-2006, именно к этому номеру наша тележинка привязана. Хочу уточнить еще один момент, на котором мы остановились перед тем, как выйти на рекламный блог. Исходя из того, что вы мне рассказали, я правильно понял, что часть девушек – это уже устоявшиеся семейные барышни, у которых есть крепкая поддержка от мужей, детей, и они с огромным удовольствием участвуют в этом состязании, потому что у них есть такая возможность, или они перебарывают какие-либо комплексы, которые есть, в принципе, в каждом человеке, но не у каждого есть возможность в течение жизни с ними побороться. А некоторые девушки вполне себе пользуются этой возможностью, чтобы стать более медийными и найти себе вторую половинку. Да, есть и такие. Я скажу больше, у нас даже одна девочка в начале проекта этого сезона подошла и говорит, знаешь, Галя, у меня вот муж, он был против, чтобы я шла участвовать. Но мой другой муж по завершению проекта, да? Да, но я рассматриваю по замену. Это как Галя у нас отмена, да? Да, да. Она говорит, я ему объяснила, что у нас не будет ни выхода в купальниках, что ничего такого не будет, потому что у всех, да, вот это сложившийся стереотип по поводу конкурсов красоты, что там выход в купальниках обязательный, все, еще что-то нет, у нас этого нету. Вот, и буквально через пару недель она подошла, уже сказала, ой, теперь, говорит, мой муж, он поменял свое мнение, он мой главный болельщик. Он уже, он участвует в подготовке ее сольного номера. Он там активно причем подбирает костюмы и там что-то ищет, давай вот это, давай заменим, вот музыку лучше сделать такую, там, освещение лучше сделать такое. Он у нее такой, скажем, продюсер стал ее сольного номера. Это здорово. Семье объединяет, да. А что касается момента с работы с визажистами, с парикмахерами, с стилистами и всеми людьми, которые создают фантастические образы, я вот о чем подумал, по завершению состязания, ничего, что я называл состязанием, проекта, конкурса, мы все понимаем, по завершению все они арки, давайте так, чтобы не приписывать ему какую-то там дополнительную коннотацию, которую он, возможно, не несет. В общем, по завершению все они арки, доступ к услугам визажистов и стилистов на бесплатной основе, он как бы пропадает. Любопытно, во время всех тех мастер-классов, которые проходят, девочкам дают готовый образ или, ну, под них подбирают, или дают им навык, потому что я вот представляю о том, что очень легко, ну, не легко, конечно, но вполне реально сиять, блистать и быть абсолютно невероятной под чутким присмотром профессионалов. Ну, три месяца спустя эти профессионалы начинают заниматься уже другой группой, и что приходится делать барышням, которые участвовали. Дают ли им какие-то навыки новые по подбору стиля, по работе с макияжем? Конечно, у нас также будет мастер-класс «Вечер со стилистом», где им будет под каждую девушку подбираться образ, где им будут развивать, исходя из особенностей фигуры, у кого-то узкие бедра, у кого-то широкие, у кого-то спина широкая, у кого-то грудь большая. Исходя из этого, конечно, да, им будут подбирать базовый гардероб. То есть это те вещи, которые можно между собой миксовать, и ты будешь потрясающе выглядеть. То же самое с визажистами, полностью подбирают. Их в процессе сбора на любую фотосессию им объясняют, что вот тебе больше подойдет вот этот оттенок, вот так, вот так. Их не просто там молча накрасили и все убежали. Нет, ни в коем случае. Им как раз-таки в процессе еще и объясняют, показывают и рассказывают. Я это все к чему спросил. Вы уже мысленно немножко одной ногой в третьем сезоне. Сейчас идет второй, где-то на рубеже, на середине, на экваторе, да? А первый уже закончился. И хочется понять, насколько сильно изменилась жизнь тех, кто уже успел поучаствовать в сиянии Арктики. Ну, помимо тех барышень, которые нашли себе мужа, очевидно, потому что жизнь изменилась в лучшую сторону. Все сработало. Девчонки молодцы. У тех, кто по грустному стечению обстоятельств уже был окольцован. Да. Что произошло дальше? Вы общаетесь, поддерживаете как-то контакт с девушками, вы отучаствовавшими в первом сезоне? Да, мы с ними поддерживаем и контакт. И они уже сразу заранее сказали, Галя, прибереги нам билеты на финал. Обязательно. У нас также одна из девочек, которая выиграла призовой фонд, деньги в том году. Она их потратила на обучение. Она психолог. Вот она там вечный студент. Постоянно повышение квалификации. Еще там много интересных всяких по профессии фишек. И она у нас в этом году, она у нас партнер. Она одна из первых позвонила. Говорит, Галя, я как раз прошла повышение квалификации. Я для себя там много нового узнала, хочу поделиться. Я говорю, отлично, давай. Девочки растут. Ну, то есть это не проходит просто как приятный, яркий эпизод в жизни, который не оставляет следа, кроме фотографии. Жизнь меняется. Будем надеяться. По крайней мере, мы закладываем это в основу конкурса, чтобы вот хоть в чем-то изменилась их жизнь. Ну, конечно, к лучшему. А что дальше? Сейчас, вы говорите, девочки уйдут на каникулы. Мне кажется, конечно, очень опасно. 22 девчонкам. Семену подсказывай мне запутался в склонениях. А ты сидишь там похихикиваешь, а в диалог не вступаешь. Короче, столько девушек ряду отпускать на новогодние каникулы довольно рискованно. Но я думаю, что это стандартная для вас практика, и они потом возвращаются. Мы, по крайней мере, все будем на это надеяться. Помимо каникул, которые ожидают всю страну, что запланировано дальше по ходу проекта? Кулинарный мастер-класс, турбаза, две фотосессии. И что там у нас еще? Стилишник. А, да-да-да, вечер со стилистом. Он как раз в игре. Господи, там еще что-то еще. Я уже без списка даже это все вспомнить не могу, потому что у нас, если изначально это должна была быть запланирована, каждая суббота. Сейчас получается так, что помимо субботы у нас где-то получается мероприятие пятница, суббота, воскресенье. Все выходные задействованы. Потому что, опять же, очень много желающих принять участие, как партнеры, как организаторы каких-то мероприятий. Соответственно, нам надо их куда-нибудь в расписание. Поэтому, получается, да. Вы когда в следующий раз вдруг внезапно придете в прямой эфир, вы уж захватите список, а то вдруг понадобится. А мы специально его не берем с собой, потому что мы, скажем так, мы не разглашаем полностью весь наш план мероприятий. Ну, плюс вы, очевидно, мастерами провитации. Конечно. Да. Скажите, пожалуйста, вернемся к турбазе на минуту. В чем вообще задумка? Ну, помимо того, чтобы девочки насладились видами природы, благо наш край, он великолепен. Чем дальше за город выезжаешь, тем больше тебя окружает северная холодная природа. Ты понимаешь не только ее суровость, но и ее красоту. Но все же, если убрать момент того, что они будут находиться на природе, и наверняка хорошо проведут время, там будут присутствовать профильники, работающие по психологии, сексологии. Для чего это? В чем суть этой поездки? Раскрепощение. Потому что у нас одна девочка с кризисного центра. Соответственно, вот мы смотрим, они приходят вроде красивое, яркое все, но у них есть вот какие-то блоки какие-то внутри. А мы как раз таки хотим, чтобы они поверили в себя, что каждая женщина прекрасна. Потому что вот иногда их слушаешь, она говорит, да, я вроде как, фигура у меня хорошая, я там молоденькая, но есть девочки красивее, есть вот у той глаза больше, у этой там еще что-то. У этой меньше. А у этой меньше, да. А у этой так и так. Да, у кого-то что-то. А мы как раз таки хотим, чтобы они, каждая поняла для себя, что она прекрасна. Неважно размеры глаз, еще чего-то, она прекрасна в любом случае. А почему это происходит? Как вы считаете, почему у девочек появляются такие зажимы вообще? Ну, в основном это, знаете, мне кажется, лично мое мнение. Потому что девочки. Нет, ну, чаще всего это из прошлых взаимоотношений с мужчин. Потому что, ну вот... Возвращаемся к корню всех проблем. Да, да, да. Да, в 95 случаях, если у девушки комплексы, это комплексы, внушенные ей со стороны мужчин. Вот. Еще? Мы их убираем. Я понял. У мужчин или комплексы? Комплексы. Я понял. И не нужных мужчин. Мужчин мы подтягиваем в наш конкурс. Да. Достойных, интересных. Вообще, довольно такое резкое заявление, но предположим, что вы правы. 95% проблем в жизни девушки, которые не уверены в себе, статистика. Это статистика. На самом деле, да. Мы когда недавно у нас было обсуждение с сексологом и с психологом, мы просто обсуждали... Сексологи и психологи девушки? Да, конечно. Ну, понятно. А мы обсуждали просто формат мероприятий, что они предоставят, потому что мы каждый аспект его обговариваем, обдумываем, как лучше это сделать. И это не то, чтобы мое сугубо мнение. Нет. Это нам сказал психолог. 95% это статистика. А оставшиеся 5? Это уже противоречие. Это школа, это СМИ. Да, это навязывание уже идет, стереотипы. Вот, пожалуйста, что... Не знаю, там какая-нибудь... Если ты модель, то обязательно должна быть от метр семьдесят. Сейчас они стандартно меняются абсолютно. Допустим, фотомодели, там рост у них вообще не важен. Она может быть и метр пятьдесят. Но это, опять же, да, это стереотипы. Я с вами согласен в том, что мир меняется. Меняются определенные стандарты благодаря современным течениям, современным взглядам, и это хорошо. Каждый человек должен иметь возможность чувствовать себя максимально любимым, максимально заинтересованным в том, чтобы к нему проявляли внимание, причем вне зависимости от пола. И когда у девушки есть такая возможность, благодаря проекту, почувствовать себя той самой единственной, раскрыть какие-то назажимы, которые в ней установлены, от 95% высказанных психологом до оставшихся ерундовых 5%, связанных с миром, политикой, СМИ и геополитической ситуацией. Это очень хорошо. И я искренне рад, что у нас с вами сегодня в прямом эфире была возможность рассказать для тех, кто еще не присоединился к конкурсу, кто за ним не следит, о том, какие чудесные возможности он дает. Далеко не в последний раз встречаемся в рамках открытой студии, но на сегодня, к сожалению, все. Желаю вам всего доброго и до свидания. Спасибо, спасибо, до свидания.